добрый день друзья вот сейчас мы сворачиваем с улицы божова и идем на улицу народная воля чтобы подняться на метеогорку екатеринбурге одно из мест которые очень люблю именно отсюда хорошо было смотреть салюты до больших новостроек высоких вот мы сейчас поднимемся и посмотрим что же это за место и что же там находится вот нас задние планы вендиогорки если подняться не по ступенькам и как бы слева по дорожке там всякие постройки назначения которых я не знаю вот сурепка нас приветствует желтая красавица друзья подписывайтесь на мой канал стиху уютно интересны люди всякие события природа и так далее вот это вот лестница главная лестница по которой очень хорошо ходить по утрам развивать физическую выносливость и наконец-то гидрометеослужба урала мало кто знает друзья что гидрометеослужбе урала уже почти 200 лет как она здесь именно метеогорки как на самом высоком естественном месте на высокой горке которая вот именно у нас в екатеринбурге в центре города больше таких возможностей нет нас нарциссы встретили своими улыбками цветы еще и елки так вот метеослужба существует уже очень давно именно это вместе и здесь была научная база для изучения метеорологии осадков и задымленности и так далее вот но наблюдение за метеорологическими всеми вещами ведется раньше не только 200 лет и там все еще раньше начиналось вот такой вот вид у нас потрясающе открывается с нашей метеогорки а вот здесь вот здесь это купол заброшенной учебной обсерватории было так метеогорка выглядела много-много лет назад почти 200 лет назад когда все строения были деревянными а деревья были небольшими а еще маленькие посмотрите вот эта улица главная которая идет около желтого дома это старая улица восточная там метеогорка то есть вот так это выглядел метод 50 лет назад а здесь у нас вот где показывает мой палец желтый вот как раз метеогорка находится рядом была ночлежная площадь там где здание домика сейчас нарисовалась да там находится корпуса первой городской больницы где я тоже лежала тем не делали операции а раньше там вот именно в этих местах находились где-то примерно 150 лет назад тюрьмы и исправдом исправдом тоже в это был тюрьму там очень такая интересная богатая история если присмотреться могу покопаться найти много интересного вот узнаваемый забор метеогорки со звездами пятиконечными и вот так вот у нас открывается еще один очень красивый вид с метеогорки в ясную погоду здесь очень хорошо видно видно далекие леса вот это вот оборудование метеорологическое промелькнула рядом с нами вот когда мы поднялись да вот метеогорка сзади выглядит вот таким вот образом она долго была это вот часто не очень облагороженными усилий некому было этим заниматься но вот потом занялся simoland легкой обустройкой малюсенького пространства где можно просто посидеть до элементарное спасибо им большое вот так вот если встать посмотреть как все выглядит вокруг место хорошее тихо здесь всегда ветерочек здесь всегда очень как-то спокойно и уютно маленький оазис вот здесь вот даже установили тоже такую маленькую стрелу где можно посмотреть в истории метеогорки облагородили елками то есть вообще сейчас метеогорка облагораживает книжный домик очень люблю книжные домики здесь иногда можно взять что-то почитать или принести книжки которые вы уже прочитали они вам не нужны и можно им поделиться с окружающими все украшено стилистике хозяйки медной горы мне очень понравилось как раскрашен то вяз цветет вот кстати нашла сайт метеорологической службы наши называется с в и г метр здесь вот с в г и метр . ru тут очень можно много почерпнуть и про историю метеогорки что они делают и как они сотрудничают с разными организациями вот и что интересно здесь много очень какой-то вот такой вот истории города на метеорологическую тему смотреть можно карты города карты погоды и так далее специально привела чтобы можно было как-нибудь зайти и поглядеть что здесь происходит а тех людях которые работают и работали на метеогорки замечательные люди очень много было сделано гидромет службы в годы войны мало того что конечно очень много людей отсюда из именно этой службы пошли воевать да и сделали очень много для наблюдения конечно да то есть все погодные вещи были очень очень важны конечно же вот это мы спускаемся сейчас с метеогорки есть стояло много деревьев их сейчас спилили чтобы не разрушался фундамент вот этот вот здесь вот прям по курсу было гораздо больше деревьев конечно же вот мы вышли смотрим куда нам пойти налево или направо пойдем направо сейчас весна вот это у нас встречает нас акация будет свистульками тоже жимолость и вот по старым ступенькам любимым мы сейчас потихонечку будем спускаться это нас приветствует кизильник красавец скромные растения вы знаете на красоту которых мало кто обращает внимание потому что все кто с ним сирень яблони да вот там растет очень много красивых растений скромных на цветение которых на скромное великолепие которых очень приятно на самом деле смотреть как-то это замечать и примечать в парке на метеогорке растет много лиственниц маленьких декоративных деревьев сейчас много дорожек и кстати очень очень чисто вот потому что за парком стали как-то больше бдить стали его чаще убирать осенью весной и зимой очень приятно что этим занимаются как тут не ситуативно все таки профессионально и это конечно же очень приятно видеть приятно в этом находиться вот постоянно мусорные все вот эти вот локации убираются и это очень здорово конечно же вот сейчас я гуляю по моему у нас воскресенье но я просто записываю озвучиваю видео чуть-чуть попозже но людей довольно мало довольно мало то есть все разъезжаются по дачам и на метеогорке можно спокойно гулять там можно даже загорать эти некоторые это делают с удовольствием когда солнечные дни место где вы точно загорите и там никто вас сильно то общем-то и не потревожит на детские площадки шиповник замечательно один куст шиповника там на метеогорке мой любимый я всегда туда подхожу когда он цветет мне очень это нравится конечно же потрясающий запах снимала в разное немножко время это видео и монтирую чуть-чуть в разное время поэтому цветение всего вот это вот суровые уральские веночки из шишечек дети делают ставенков из дуванчик белая сирень красавица вот так вот мы ходим по дорожкам парка наслаждаемся отдыхаем смотрим что происходит вокруг смотрим на деревья построили здесь хорошую спортивную площадку дубочки молодые здесь можно вот насладиться дубами они начинают набирать силу попозже весной и прямо так красиво так здорово это упоение просто вот цветущий кизильник друзья маленькие скромные розеточки солнце конечно же конечно же солнце рябина начала цвести вот такими пушистиками ну и конечно же яблони вы знаете вообще когда вот смотришь на метеогорку на то что там цветет растет на камни под ногами вообще вот ощущение что попадаешь немножечко в другой мир но это может быть лично у меня такое ощущение вот поэтому друзья когда будете в городе приходите на метеогорку насладитесь посмотрите что вам будет интересно подписывайтесь и пусть у вас все будет хорошо до новых встреч